Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля и на самом деле я рассказываю про парфюмерию. Однако, если вы на меня подписались не так давно, вы возможно не знаете то, что раньше у меня был beauty-lifestyle-blog. Я снимала обзоры, я снимала фавориты, я снимала влоги. Иногда я скучаю по этому времени и у меня действительно тянется рука снять какой-нибудь влог. Но потом я себя останавливаю, потому что мне кажется, что это вряд ли будет кому-то интересно. Сегодня мне все-таки захотелось поностальгировать, мне захотелось поделиться с вами косметичкой своей тем, чем я сейчас пользуюсь. Скажем так, косметичка ex-beauty-blogger. В какой-то период я заметила, что у меня не тянется рука ко всей своей коллекции, а к каким-то определенным одним и тем же продуктам. И я поняла, что все, Оль, пора делать себе ревизию коллекции и избавляться от того, что ты не используешь активно. Скажу вам честно, я сейчас не использую тональную основу каждый день. Я ее использую только для какого-то случая, например, это фотосессии или, например, как сегодня съемка видео, встреча важная, ну, всякие такие мероприятия, которые, как правило, не часто бывают. По крайней мере, в моей жизни. За исключением съемки видео, ну, это как бы два раза в неделю вместо ежедневного, семидневного использования, как у меня было ранее. Я отдаю предпочтение сейчас бюджетным тональным основам, потому что это связано с тем, что я ими пользуюсь не так много. И, разумеется, срок годности в 6 месяцев у скрытой упаковки, он не позволяет мне до конца использовать тот тюбик, который у меня находится в коллекции. Ну, в коллекции, это уже не коллекция, в использовании. Разумеется, мне жалко выкидывать 4000 на люкс или проф, и я склоняюсь больше к чему-то более приятному по цене. Сейчас я ищу себе идеальную бюджетную тональную основу, так как моя любимая от Aviline 8 в 1, к сожалению, снята с производства, хотя она мне подходила просто идеально. А кожа у меня капризная, она склонная к жирности, склонная к высыпаниям, она легко забивается, если присутствуют какие-то плохие компоненты в косметике или вообще просто некачественная косметика. Так что найти свое идеальное средство мне сейчас достаточно сложно. У меня на данный момент от Wet n Wild Photo Focus основа, она капризная, сразу вам скажу. Я не уверена, что могу вам ее порекомендовать на все 100%, она стоила где-то 320-350 рублей по акции. У нее не самое гигиеничное нанесение, вы видите палочку вместо дозатора или помпы удобного. Это, конечно же, немного усложняет то, сколько вы можете ее наносить. Ну, лично для меня это неудобно, хотя, возможно, кому-то это будет удобнее. И она запудривается в конце, поэтому я ее не рекомендую использовать, если у вас, к примеру, сухая кожа, потому что она сможет подчеркнуть шелушение. Лучше все-таки ее использовать тем, у кого кожа склонна к жирности. А так, неплохое тональное средство для тех, кто хочет нанести вот именно разово для какой-то фотосессии, чтобы прийти вечером смыть и не особо активно ее использовать на каждый день. Чем же я пользуюсь для ежедневного макияжа? У меня, как правило, в арсенале это легкий флюид с SPF и консилер. Я консилер как раз-таки наношу на те участки, которые у меня вызывают какие-то недовольства с собой. Поэтому я больше даю предпочтение консилеру, перепробовала самые разные. Мне кажется, неудивительно то, что я вам сейчас покажу NARS. NARS Radiant Creamy Concealer, популярнейший продукт на отечественном и на англоязычном ютюбе. Его все хвалят, его многие показывают. И разумеется, он стоит дорого. Но здесь я сейчас пока что прихожу к такому мнению, что цена оправдана, потому что аналоги, которые многие приводят в пример, к сожалению, лично для меня так не работают. Например, Fit Me от Maybelline. У него кроющая способность в половину меньше, чем у NARS. Если вам не нужно очень плотное средство, если у вас нету сильных синяков под глазами, то, возможно, вам хватит и Maybelline. Вот сейчас, к примеру, будет лето, и я думаю, что я больше буду, наверное, даже именно Maybelline пользоваться, чем NARS. У меня самой нету сильных синяков, вот таких серьезных, выраженных. Однако у меня есть потемнение вот здесь вот в уголках глаз, которые никакие другие консилеры, к сожалению, так не маскируют. Еще один аналог от Apieu, который тоже есть у меня, который приводили в качестве примера на замену. Он быстро портится, и при этом у него примерно такая же кроющая способность, как у Maybelline. Поэтому, наверное, проще все-таки приобрести, к примеру, Maybelline из бюджетных, чем гоняться и заказывать с сайтов Apieu. Из румян у меня сейчас есть только одни-единственные от MAC. Этот оттенок называется Margin. Чем он хорош? Дело в том, что я пробовала им пользоваться и тогда, когда у меня была загорелая кожа, и тогда, когда я была невероятно бледной зимой. И знаете что? Это смотрелось одинаково хорошо. Более того, я делала макияж своим подружкам брюнетки, шатенки, рыжей и блондинки, и он всем подходил. То есть, этот цвет максимально универсальный, на мой взгляд. Да, он с блестками. Если вам, конечно, такие не нравятся, то можно поискать что-то альтернативное без блесток. Но здесь, за счет вот этого сияния, конечно же, более холеный и красивый получается цвет лица. Я люблю такие средства, которые даже без необходимости воспользоваться каким-то бронзатором и хайлайтером нанес, и ты сразу же выглядишь свежее. Также у меня в использовании всего лишь один хайлайтер. Ну, на самом деле не один, их два. Один я использую из палетки для съемки видео, но на каждый день я использую вот такой вот от, тоже от MAC. Это Neuralize Skin Finish в оттенке Light Scope Paint. Он невероятно хорош тем, что он не инстаграмный. Он не сияет с луны, его не видно. Он не супер блестящий. Он не вульгарный. У него очень деликатное, мягкое свечение, которое скорее вызывает ассоциацию с холеной, здоровой кожей. Мне нравится то, что его можно нанести и без тональной основы, потому что, к примеру, некоторые такие термоядерные хайлайтеры, если вы наносите на голую кожу, это выглядит как-то очень странно. Что касается теней и в целом хайлайтера, у меня здесь вот такой вот продукт от BH Cosmetics. Это на самом деле палетка, которая сделана совместно с блогером Carly Bible. Она у меня где-то около года назад появилась, и на самом деле это единственная палетка теней, которую я сейчас активно использую. Единственное, чего здесь не хватает, это черного цвета, но на летнее время мне он особо и не нужен. Здесь, как вы видите, скучная нюдовая гамма. Я даже половины из этих оттенков не использую, и внизу у нас находятся хайлайтеры. Ну, это, наверное, скорее тени, но их как хайлайтеры тоже можно использовать. Неплохие по качеству тени. Я благодаря этой палетке поняла, что мне достаточно найти какую-нибудь одну на хорошую. Возможно, в будущем я все-таки раскошелюсь на Том Форд или на Шарлот Тилбери. Посмотрим. Но мне нужно было заказать вот такую гамму для того, чтобы определиться, что же мне все-таки надо по цветам, по теням, что мне больше подходит и что я действительно хочу использовать на каждый день. Конечно, бывают моменты, когда хочется поэкспериментировать, что-то сделать более яркое, более нарядное, но, как правило, у меня все равно все сводится к одному и тому же макияжу. Я вот стала, видите, настолько скучной. Еще одни тени, которые мне нравятся и как раз-таки они подходят для ситуации на праздник, это знаменитые гелевые тени от Estrade. У меня оттенок 86, они выглядят очень круто, сегодня они у меня тоже на глазах, но я не знаю, насколько это видно на камеру или нет, при таком вот расстоянии, как у меня сегодня установлено. Если вы капуша, вам будет с ними сложно работать, потому что с ними надо максимально-максимально быстро, иначе у вас получится, конечно, неведомое какое-то странное блестящее пятно, они быстро засыхают, это такой основной их нюанс, который присутствует. У меня есть от Armani тени, но я их отдала маме, потому что мне не очень нравится, как они держатся. Даже на моих жирных веках они скатываются. Кстати, я не взяла основу для тени сегодня, для видео, но у меня стандартная от Urban Decay, думаю, вы все знаете, что это такое. Также от Estrade у меня есть вот такой вот серый, серо-коричневый оттенок, это вроде 203, если я правильно помню. Хорошие тени для того, чтобы прорисовывать скулы. У меня нависшая века, поэтому я себе делаю иллюзорно, что якобы у меня есть складка века, все-таки худо-бедная. Очень люблю этот оттенок, вы, наверное, заметили, как много я его использовала, обязательно куплю себе замену, даже не хочу ничто другое искать в более дорогих брендах, потому что то, как работает вот этот продукт, меня более чем устраивает. Из карандашей для глаз я использую два, это черный и гелевый, у меня вот такой вот от Catrice, очень напоминает 24 на 7 Urban Decay карандаши, у меня такой шоу с палеткой, и вот этот на самом деле по качеству, по тому, как ярко он наносится и какой он стойкий, ничем не проигрывает. Хочу себе приобрести серый и еще коричневый, если он мне попадется в магазинах, потому что они часто бывают раскуплены, отличное качество, очень насыщенный черный цвет, так как у меня, помимо того, что новейшая века, у меня еще близко посажены глаза, поэтому я сижу перед вами скорее вот так вот, как правило, чтобы это не было очень сильно выражено. У меня есть карандаш цвета шампанского, который я наношу в уголок глаз, это от Victoria Shoe, Chromatic Effect 72 цвет. Неплохой карандаш, попадались не более хорошие варианты, он немножко крошится, когда вы его наносите, но он неплохо держится, поэтому я не избавляюсь от него, хочу сейчас доиспользовать, и потом что-нибудь посмотрю ему на замену. У меня достаточно серьезно испортились ресницы после похудения, вот так вот мне не повезло, поэтому для съемки видео я в основном использую накладные ресницы, потому что иначе вы вообще не увидите мой глаз в кадре, они будут размером из просто зернышка, так что я использую накладные ресницы. Однако на каждый день я использую тушь, когда не снимаю видео, когда не иду на какое-то мероприятие. Тушь я меняю каждые 2-3 месяца, перенесшие глазную инфекцию люди меня поймут, потому что боишься просто вот как страха пережить это снова, боишься как страха, что я такое сказала, ну вы поняли, все серьезно. Знаменитая Кабаре, на мой взгляд, испортилась, она у меня стала осыпаться, поэтому я больше ее не приобретаю, а на туши от Maybelline у меня аллергия, они мне очень сильно пекут глаза, поэтому я кочую от бренда к бренду. Вот сейчас решила вспомнить Max Factor и приобрела вот эту 2000 калорий Dramatic Volume, старую давнюю тушь, которую покупали мы еще 300 лет тому назад. Она неплохая, у нее нет комков, она не делает получи лапки, очень красивые, естественно, пушистые реснички получаются, но один минус, она осыпается. Поэтому, скорее всего, второй раз я ее приобретать не буду, но было приятно вспомнить свои ранние годы использования косметики. И что касается бровей, у меня не получается делать лохматые инстаграммные брови, потому что, в первую очередь, это связано с тем, что мои, как у азиатской стороны, растут они вниз, то есть они не вычесываются, каким бы сильным ни был гель. Даже если мыло, которое сейчас тоже вы видите в инстаграмных роликах, некоторые предлагают использовать, они все равно не фиксируются, то есть это настолько жесткий волос у меня здесь, что его трудно победить. Максимум, куда я их могу направить, это чуть-чуть вбок. И мне в этом помогает такая вот штучка от Maybelline, тушь для ресниц, брау-драма. Я им осталась очень довольна, обязательно куплю повторно, потому что это первый такого рода продукт, который действительно более-менее держит ту форму и то направление волосков, которое им не надо, потому что другие гели, которые я, к примеру, покупала от Rimmel, первые пару часов они лежат так, как мне надо, а потом снова опускаются вниз. И карандаш я каждый раз тоже покупаю новый, так как в основном я себе прорисовываю кончик. Мало того, что у меня более такое азиатское строение брови мои, оно еще больше к мужскому типу, так как первые две трети, они более-менее растут густо и в каком-то одном направлении. Что касается оставшегося хвостика, у меня они как-то очень сильно рандомно разбросаны по лицу, поэтому мне хвостик всегда приходится искусственно дорисовывать, иначе получается очень короткая бровь. Сейчас у меня карандаш от Wet n Wild, он такой скошенный, не супермодный, тоненький, как многие другие показывают. Он неплохо держится и стоит бюджетно, поэтому я этим карандашом сейчас довольна, но на замену, наверное, опять что-то другое приобрету. И в завершении я вам покажу свои средства для губ, помады и некоторые карандаши. У меня, опять же, не очень много всего то, что я использую, как-то так исторически сложилось. Я вам могу посоветовать, если у вас очень сильно отрезкаются губы, как у меня, а любой перепад температуры он сразу же дает о себе знать на моих губах, вот такое вот SOS Intense Repair средство, которое я покупаю в сети Watson, это бюджетный аналог крему от Blistex, то есть это не бальзам, это белый крем, который вы наносите густым слоем, желательно на ночь, он впитывается, и утром у вас уже установлены мягкие губы. Помаду мне трудно найти идеальную, потому что нюд, который я часто встречаю, он либо слишком коричневый, либо слишком серый, либо слишком розовый, и на мне розовые помады выглядят как-то очень попоросячьи, поэтому я всегда нахожусь в поиске идеального нюда, и то, что я нашла идеальное по цвету, оно от бренда Flormar, что удивительно. Это матовая помада серия Extreme Matte, у меня 0,3 оттенок, очень красивый, выбеливающий зубы цвет, я им активно пользуюсь в последние полгода, и все, что вы видели у меня на губах вот за эти последние полгода видео, это всегда была вот эта помада. Она, разумеется, как все матовые помады, сушит губы, поэтому я хочу найти ей альтернативу в увлажняющих. Я ее уже наполовину использовала, так что возьму ее с собой в магазин, и буду на свочах производить сравнение, чтобы найти максимально похожий оттенок. И у меня есть еще красная помада, это Elizabeth Arden, вот такой вот насыщенно кроваво-красный цвет. Не часто использую такие оттенки, хотя иногда у меня бывает такое настроение, что хочется нанести красную помаду, надеть маленькое черное платье и отправиться гулять, восхищать всех окружающих. И сейчас возвращается мода на блески для губ, поэтому я тоже себе приобрела тот же КТИС, называется Dewyful Lips, его уже многие разрекламировали, поэтому наверняка я вам не открою планету новую или звезду, это уже набравший хорошую популярность продукт, который очень приятно ложится на губы, не липкий, никакой-то неприятный. Мне, к сожалению, единственный цвет, который понравился, их всего 4, это 0,20, другие слишком розовые, поросячие или коралловые, в общем, как всегда, моя проблема. Вечно цвета, которые я нахожу в магазинах, мне не особо нравятся. И последний я вам покажу карандаши, которые у меня есть, два от Flormar и один от Essence. Про карандаши Essence многие говорили, что они супер-мега-крутые, они неплохие, я еще слышала отзывы про карандаши от Vivienne Sabo, но те цвета, которые хвалят, они почему-то вечно не в наличии, когда я прихожу в магазин. У меня вот такой вот цвет 11 Indonude, использовала его практически до конца, но он тоже при нанесении крошится. Если, к примеру, с карандашом для глаз это еще как-то можно решить, то если вы используете карандаш для губ, то он становится темнее, то есть его приходится наслаивать. И у меня еще два карандаша от Flormar, один в оттенке 202 и один, по-моему, в 201, да. Хорошие, мягкие, кремовые карандаши, я не знаю, выпускаются ли они сейчас, потому что я их брала по какой-то очень большой скидке. Один посветлее, другой потемнее, иногда я их использую в паре, иногда порозень, но мне в целом очень нравится, и, кстати, к моей помаде они тоже отлично подходят. Можно нанести вот такой вот карандаш полностью, закрасив губы и добавить вот этот блеск. Комбинации можно придумать самые разные, и, как вы видите, у меня, опять же, очень скучный выбор по цветам для губ, но я особо сейчас не экспериментирую, так как понимаю, что даже если я куплю себе модный пурпурный или серый цвет, он у меня будет лежать. Такое у меня получилось видео, я надеюсь, вам было интересно провести эти минуты со мной. Мне было интересно поностальгировать и вновь рассказать вам про косметику. Я поняла, что я отвыкла немножко этого делать, но все равно мне было очень приятно, я прям успокоила себя на некоторое время, то, что я наконец-таки снова окунулась в этот прекрасный бьюти-мир. Большое спасибо за подписку на мой канал, я вас увижу в следующих роликах, до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok